Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Озеро Ван должно вернуться к истинному владельцу Западной Армении. Инженерная неделя соберет в Ереване представителей этой сферы из США, Европы и Африки. В Кашатагском районе Арцаха переосвещена церковь XVII века. Турция должна положить конец незаконным действиям против суверенных прав Кипра. Помпео. Мы готовы ввести переговор с Ираном без предусловий. Церемония вручения премии Аврора 2019 состоится 20 октября в Ереване. Армянский самбист Тигран Киракосян разгромил азербайджанца и взял золото европейских игр. Во время семинара под названием «Озеро Ван наше дыхание» сопредседатели призвали всех, и особенно женщин, присоединиться к программе по очистке озера Ван, а также к сохранению разнообразия животного мира, озер и округи. Почему именно женщины? Это имеет свою историю. Во все времена женщина всегда восставала против экологического разрушения. В семинаре приняли участие большое количество муниципалитетов, союзов и неправительственных организаций. Цель семинара – борьба с загрязнением и уничтожением уникальной экосистемы «Озеро Ван». Экологи и другие соответствующие органы также нацелены на реорганизацию отходов, пластмасс, бумаги, стекла, металлов и масла в домах и на рабочих местах вблизи «Озеро Ван». Цикл мероприятий «Армения Engineering Week», который пройдет с 24 по 28 июня 2019 года в Ереване и Ванадзоре, позволит представить миру армянский технологический потенциал и продукцию. Как передает «Армен Пресс», 22 июня журналистам об этом сообщил заместитель министра высоких технологий Республики Армения Гигам Вартанян. Подчеркнув важность такого масштабного мероприятия, он отметил, что оно полностью армянское, поскольку большинство выступающих являются армянами, которые предложат свои решения. В рамках «Армения Engineering Week» Армения примет представителей разных организаций из Европы, США, Африки. Крупнейшими компаниями являются NVIDIA Nokia. Они увидят большие возможности, которые существуют в Армении, найдут сферы сотрудничества. Мы надеемся, что у IT-сферы появятся новые возможности для роста. Возможно, в Армении будут реализованы новые проекты, в результате которых будут созданы рабочие места, подчеркнул замминистр. В селе Кучанско-Шатакского района Республики Арцах 23 июня была переосвящена Церковь Святого Степануса, датируемая второй половиной XVII века. Как передает Армен Пресс, обряд переосвящения совершил духовный предводитель Арцахской гепархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян. За переосвящением последовала воскресная литургия. Восстановительные и ремонтные работы церкви были осуществлены посредством фонда Туфинкян. После литургии выступил глава администрации Кашатака Степан Саркисян. Он поблагодарил фонд Туфинкян за предание исторической церкви новой жизни. Степан Саркисян отметил важность проповедуемой Армянской церковью, христианской любви и единства в эти ответственные для Родины дни. Глава администрации акцентировала также и на том обстоятельстве, что переосвящение и новая жизнь церкви символизируют возвращение или институцию армян на освобожденных территориях. Турция должна положить конец незаконным действиям против суверенных прав Кипра и полностью уважать международное право. Заместитель секретаря президента Кипра Василий Спальмос выступает на поминальной службе по погибшим в Неаполе. По его словам, Турция создает все больше проблем для усилий по возобновлению переговоров, которые подчеркивают высокомерие ее руководства и нежелание сотрудничать в целях долгосрочного и взаимоприемлемого решения кипрской проблемы, передает Cyprus Mail. Он отметил, что Турция вызывающе презирает все принципы европейского и международного права, давая понять, что она намерена взять под контроль весь регион Восточного Средиземноморья. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для переговоров по кризису в Персидском заливе передает АФП. «Мы обсудим возможности создания глобальной коалиции против Ирана», – отметил Помпео. Он назвал Саудовскую Аравию и ОАЭ великими союзниками, в вызове которой представляет Иран. «Мы готовы вести переговоры с Ираном без предварительных условий. Они точно знают, где нас найти», – сказал Помпео журналистам перед посадкой в самолет. «Я уверен, что в этот самый момент, когда они будут готовы сотрудничать с нами, мы сможем начать диалог». С 24 июня 2019 года по 20 октября 2019 года в Ереване пройдет церемония награждения 4-го лауреата премии «Аврора», присуждаемой гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех, выживших во время геноцида против армян и в знак благодарности их спасителям. На церемонии будут представлены герои «Авроры», внесшие исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и в критических ситуациях, и в продвижении идей гуманизма. Самбист Тигран Киракосян завоевал первую золотую медаль для сборной Армении на вторых европейских играх, проходящих в Минске. Армянский спортсмен, выступавший в весовой категории 52 кг, в финале разгромил соперника из Азербайджана – Агасифа Самадова, не дав ему завоевать ни одного очка. Счет составил 4-0. Отпетим армянский спортсмен начал свое выступление с четвертьфинала и обыграл украинца Романа Братченко, а в полуфинале он победил россиянина Андрея Кубаркова. Западная Армения поздравляет Тиграна Киракосяна и говорит, что Западная Армения гордится победами нового поколения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Сайят Нова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.